Добрый день, уважаемые друзья, с вами Владимир Добров, мы говорим о Вейканзее и говорим об 11-м туре соревнований. В 11-м туре две результативные партии произошли, Юрдан Ван Форест справился с сопротивлением Пентала Харикришны, ну а Андрей Сипенко, к сожалению, к нашему, к сожалению, потерпел поражение Нотарьяна Тари. Остальные же партии закончились в ничью, и среди них, безусловно, главными партиями были Магнус Карлсон Аниш Гири и Альреза Феруджа Фабиана Каруана. Если Магнус не смог ничего сделать с Гири, то Феруджа пытался, пытался, и, в общем-то, шансы некоторые у него были. Мы эту партию посмотрим и поговорим дальше о раскладах. Итак, партия Феруджа Гири, Феруджа Каруана, прошу прощения, и следующие ходы были Испоты. Итальянская партия, в общем, ставшая, наверное, главный такой топ популярный в наше время. И вот следующая расстановка. Ход слон Б5 после длительного раздумья Феруджа оказался нов, однако идея вряд ли нова, то есть белые собираются при случае брать на С6, играет Д4. Ну и вот Каруана решил следующий марш-бросок осуществить. Конь Ж4, нападая на пешку Ф2. И теперь белым надо защищаться вот таким вот ходом, как ладья Е2. В таких позициях часто черные играют Ф5 и периодически даже оставляют коня под боем после хода А3. Но не в этой партии. Каруана сыграл конь Е7, пытаясь тем образом показать, что слон на Б5 стоит не так уж и хорошо. Однако последовал сразу же незамедлительный ход Д4. Конь Ж6. То есть вот Каруана в этой партии решил играть крайне аккуратно, без каких-то встречных курсов, потому что все-таки многое на кону. Когда ты играешь черными, дело такое. Конь Ф1, Д5. Позиция достаточно интересная. Последним ходом черные создают при случае угрозы, связанной с ходом С6. Последующим ДЕ и Ф5. Поэтому здесь, конечно, надо белыми играть осмотрительно. ЕД это ход правильный. То есть начинается разгрузка в центре. Обоюдная. Х3. Конь Ф6. Взяли на Д4, взяли на Д5. Ну и в общем позиция немного на вид симметрична. Однако есть некоторые разницы. Итак, ладья Е1. Спрятал пока ладью на обратное поле. Не знаю, насколько вообще нужно было ладью трогать. Может быть стоило развивать фигуры по-другому. Но очевидно, что после дебюта у Круана проблем никаких не было. Конь Ф4 сыграл Круана. Можно было начинать с хода С6 крепко. Либо играть слон Д7. Но Конь Ф4 ход весьма человеческий. Хочет поближе к королю. При случае какие-то навесы в районе полей Ж2 и Аш3 пограживают. И спокойная стабилизация позиции с ходом слона Е3. Казалось бы, этот ход прост и самым что ни на есть логичный. Однако вот этот момент был для Круана момент истины. Где он действительно мог просто ударить на Ж2. Нанести этот удар. Король Ж2. Белые обязаны. И теперь очень симпатичная тактика. Ферзь Д5 Ш. Пока сразу непонятно, в чем же соль этой комбинации. А идея вот в чем. Поднять, конечно, такую человеку практически невозможно, на мой взгляд. Идея в том, что после хода Ф3 естественного хода. Потому что никаких других ходов нет из-за хода Конь Х4. И здесь черный играет Ферзь Х5. Вот такая вот занимательная тактика. Ферзь пристает к пешке на Х3. Однако позиция не такая простая. Белые играют Король Ж1. И вот черные после хода С5. Вот таким вот образом обостряли позицию. И у черных мощная инициатива. Вот это был момент для Круана. Но Круана решил сыграть иначе. Возможно, он это все и видел. Но не решился. И сыграл более осмотрительно. Сыграл С6. И это вот мне напоминает партию, которую он играл на турнире претендентов. Играл он в первом туре против Максима Барща Лаграва. Тоже у него были активные возможности. Тем не менее, он себя немножко придерживал. Скажем так, крен его партии был в сторону укрепления позиций. Нежели каких-то жестов. Опять-таки, в этой позиции был ход Конь Берджа 2. Король Ж2. И теперь Ферзь Х4. То есть, опять-таки, с теми же идеями. Но здесь Ферзь Ф3 ходить нельзя из-за хода Конь Е5. То есть, это важный момент. И даже бывает, что можно и Конь Е5, но можно еще и Ц5 добавлять. Это дело в косы, по большому счету. Но Конь Е5 самое простое. Так. И после хода Ферзь Х4, пешку наш тренинг защитить. У черных мощнейшая инициатива. Конь Саш4 готов оставить мат. Опять-таки, Каруану проходит мимо этого, на мой взгляд, уже более простого удара. Нежели в первом варианте, который мы рассмотрели. И сыграл Слон С7. Теперь уже точно нависают всевозможные трюки. И Ферзь Х4 старается укрепиться. Но, и даже и в этот момент, в третий раз был удар на Ж2. И после хода Король Ж2, черные опять-таки выскакивали Ферзем на Х4. И на ладья Ш1 черные могли играть на С5. Вот это очень важный ход, который решает. Потому что здесь мы видим, что Слон на С4 провисает из-за вот такая вот небольшая изящная тактика. Ну, а ходы типа Конь Б5 здесь, конечно, не работают. Потому что черные сначала бьют коня, а потом уже бьют Слона. Вот такой был момент для Каруана. Трижды он мог ударить на Ж2. Причем в каждый момент у него была сильнейшая инициатива. Однако и в этот раз он решил сыграть. Смотрите, сыграл Конь Д5. И вот обычно так бывает, когда ты не решаешься на какие-то активные действия. Кто тебя наказывает? Не забиваешь, ты забиваешь себе. И вот что было дальше. Давайте посмотрим. Неспешные пока маневры. Фигуры начали меняться по линии. Но опять-таки черные фигуры чуть более активны. И не стал здесь Каруана ничего придумывать. Играл очень крепко, осмотрительно опять-таки. И в какой-то момент последовал от Феруджи невнятный, на мой взгляд, ход. Потому, что ход, который отдает важного слона, слон все-таки испанский, его просто так отдавать нельзя. И после хода Конь Д5, Конь Ф5, черный здесь совершенно точно имеет хорошую позицию. Потому, что у них два слона, кони без опорных пунктов. И основная надежда белых это лишь тактика, на которую, в общем-то, Феруджи и пошел. Но здесь опять-таки, подниме ход Король Х8, который являлся здесь ключевым, то непонятно совершенно, на что белые претендовали. Потому, что на Ж7 в этом случае брать плохо из-за Ц5. И перегрузка коней происходит. А мата никакого нет на Х7. То есть, это какие-то иллюзии. Ну, конечно, может быть, в это сложно поверить, но это так. То есть, мы видим, что и Ферс вроде как ставит мат где-то в районе поля Х7, но нету возможности никак отскочить, для того, чтобы создать эту угрозу. Так что здесь у черных было все замечательно. И белым приходилось бы искать какие-то выкрутасы, для того, чтобы спасти вообще эту партию. Потому, что слишком много фигур подвисло. Подвисла лазья через рентген. Конь на Д4 неустойчив. Везде надо следить за ходом Ц5. Ну, и вот ключевым моментом был ход короля Х8. Выиграя эту партию Кройвана, возможно, ситуация была бы совершенно другой. Ну, окей. Пошел он в Ж6, остался без спешки. То есть, опять-таки, мы видим, что какая-то нерешительная игра у него была в этой партии. И после хода короля Х8, ладей Х4, уже белые владеют инициативой. А черным нужно как-то искать уравнение. Конь Ф4, конь Ж4, на мой взгляд, улучшилась позиция у белых. И у них чистая пешка. Однако, давайте посмотрим, что было дальше. После хода король Ж7, белые могли продолжать в спокойной манере играть. Конь Ф3, например. И ощущая тут некоторую неуверенность Кройвана, можно было белыми продолжать какие-то спокойные действия осуществлять. Может быть, даже с какими-то наездами. Но сыграл Ферриджо по-другому. Он сел на Ф4 и дал шар на Ф5. В общем-то, это неплохо. И по виду, действительно, решение очень сильное. Так как черный король приоткрыт. Но, на самом деле, приоткрыт и белый король. То есть, ему немножко не хватает какой-то форточки времени. И после хода Ферржи 5 возникла та самая позиция, где, опять-таки, у белых был выбор. Играть Ж3 сразу или бить на Ф5. Решил побить на Ф5. В принципе, вход возможный. Однако, после хода Ферржи 4 начал подвисать король. Пограживает теперь ладья Д1. И белым нужно играть осмотрительно. Ладья Ф3 перекрыл, значит, эту линию, эту диагональ. И создал угрозу ладья Ж3 Ферржи. Ну и в целом, можно его понять. Потому что, наверняка, он не был очень доволен результатами дебюта. И получение лишней пешки без риска, конечно, его наверняка устраивало. Тем более, что он немножко поддавливал по времени. Но, Каруана здесь хорошо начал защищаться. Феррж h5. И вот после хода c4 сильный ход делает Каруана. То есть, я не знаю насчет хода c4. Может быть, все-таки стоило как-то пытаться искать идею перехода в ферзевый эншпиль. Достаточно сложный. Но с шансами. Может быть, все-таки играть как-то на короля. Может быть, как-то b3 поставить. Или может быть, где-то b4. Но последний ход c4, который позволит централизовать ладью. Ладья d4, Ферз c3 и Ферз х5. Хороший момент для таких, в общем-то, примеров именно защиты. Хороший момент для разыгрывания. Итак, черные сыграли c5. То есть, они готовы перейти в ферзевый. Тогда у них будет проходная пешка. И, в общем-то, наверное, не результат точнее, а перевес уже улетучился. После хода ладья g3, король f8, очень сильная централизация черных фигур. Белые пешки никуда не идут. Король пока в непонятном положении. И приходится форсировать, по сути дела, ничью. Ферзь a5, шаг. Король h2, опять-таки шаг. И очень важный момент после шага на e5. g3, важный ход ферзи f5. Вот такой вот ход, который привязывается к пешке f2. И вот положение ладья на h3 неудачное. Оно, как бы, сказывается в этой позиции. Несмотря на то, что белые отъедают еще одну пешку, следует форсированный вариант. Ладья d7, ферзь h1. На ферзь g2 был бы ход ладья d2. Опять-таки, приставали бы к пешке f2. Ну и, в общем, после взятия и ладья d2, выяснилось, что белые ничего не могут, как перейти в такой вот м-шпиль, который, как известно, ничей. Здесь искать, конечно, нечего. В общем, простейшая ничья, потому что здесь соперники на нее и согласились. Ну что же, очень много было шагцев у Круана переломить ход партии и выиграть эту партию, возможно, будь он более раскован или, может быть, даже рискован. Но сложилось так, что Ферруджи вышел сухим из воды и даже некоторым вроде бы доминировал. Некоторые качели в этой партии, безусловно, были. Ну что ж, друзья, давайте мы посмотрим за таблицей. Ситуация после 11 туров следующая. Два тура до конца. Впереди гири. Ему играть с Ферруджей осталось и с Антоном. Ну а большая группа преследователей уже стала поменьше. То есть, стало уже преследующих на двоих меньше. Итак, Круана, Ван Форест и Ферруджио. Все они имеют прекрасные шансы, но для этого нужно побеждать. Побеждать хотя бы один раз. Так что, все интересно будет. Магнус Карлсон уже окончательно выбыл из борьбы за первое место. То есть, вчера ему надо было обязательно побеждать. Нужна была только победа. Ну, а Андрей Осипенко еще предстоит играть с Ван Форестом и с Александром Доченко. То есть, у него, в принципе, все в его руках. Он еще может догнать лидера совершенно точно. Так, ну и сегодняшние пары. Давайте посмотрим на сегодняшние пары. Пары следующие. И мы видим как раз-таки Андрей Осипенко сегодня играет против Ван Фореста. А Гиря встречается с Ферруджей. И вот эта партия станет сегодня ключевой. Ключевой партией тура. Гиря имеет белый цвет. Ферруджа, мы видим, идет по дистанции хорошо. И, в принципе, у него складывается все. Поэтому сегодня будет, возможно, большая борьба. Ну, Аниш хорошо сейчас тоже готов. И у него все заходит. В принципе, Аниш сегодня должен, конечно, как-то фиксировать, на мой взгляд, вот уже сегодня фиксировать победу в турнире. Но, как мы знаем, прогнозы – дело тонкое. И лучше об этом, как говорится, помолчать периодически. Ну, хорошо. Аккоруана встречается с Давидом Антоном. У него сегодня важный момент. Ему обязательно нужно белый цвет реализовывать. И будем смотреть, сможет ли он это сделать. Ну, что ж, друзья, с вами был Владимир Добров. Желаю вам хорошего дня. Смотрите «Часком.ру». Смотрите «Зовей конзей» за обзорами нашей прекрасной Александры Костенюк. Ну, и поддержите наш канал. Спасибо, всего доброго. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok